Тушение ландшафтного пожара при порывах ветра или к чему может привести свалка мусора возле дома. Владислав Гончаров снимает короткие видео о рабочих буднях сотрудников МЧС непопулярности ради. Свою страничку в ТикТоке он посвятил популяризации профессии спасателя. Отслужив 10 лет в пожарной охране, столкнулся с непониманием со стороны жителей и решил современными способами рассказывать о работе огнеборца. Много в роликах про пожарных пишется комментарии людей, которые не понимают о нашей работе. И хотелось бы им объяснить и показать, как мы на самом деле работаем. Во-первых, наша служба создана для помощи людям и для людей. Поэтому, мне кажется, мы должны быть более открыты для них. Такая открытость подписчикам пришлась по душе. Пожарного начали заваливать вопросами. Например, испытывают ли спасатели страх, когда поднимаются по лестнице на высоту девятиэтажного дома? Или сколько времени нужно на принятие решений в экстремальной ситуации? И сами видео о рабочих будней набирают миллионы просмотров. «Наиболее популярными ролики стали занятия в тренажерном комплексе. Потом, где они пропускают пожарную машину, преследование на выезд. И сборы выезд по тревоге личного состава». Чтобы не отвлекаться в экстремальных ситуациях от работы, Владислав установил камеру на каску. Иногда снимать захватывающие видео помогают напарники. О том, что их коллега стал тиктокером, узнали не сразу. Владислав завел страничку в соцсети «Весной», а когда вокруг нее начал подниматься ажиотаж, доложил руководству. Его поддержали. «Работа с молодежью, она в любых формах должна проводиться. И если сейчас современные технологии, скажем так, и действительно у нас молодежь больше времени проводит в интернете, то это дело нужное и дело хорошее». На сегодняшний день количество подписчиков пожарного в ТикТоке превысило 100 тысяч. Но зарабатывать на просмотрах он не собирается. Надеются, что и коллеги последуют его примеру. И тогда отношение к спешащей на вызов пожарной машине будет другим. Инна Панфилова, Дон-24, Новочеркасск.